Водители общественного транспорта в Омске жалуются в соцсетях на отсутствие элементарных удобств на рабочем месте. На разворотных площадках Омска, где водители и кондукторы останавливаются на веденный перерыв, нет места, чтобы разогреть еду и просто сходить в туалет. Ольга Качкурова продолжит. На разворотной площадке медсанчасть номер 9 обедают экипажи двух маршрутов муниципальных автобусов 22 и 63 и сразу несколько частных маршрутов. Из удобств только салон автобуса. Чтобы понять, где едят работники общественного транспорта Омска, достаточно взглянуть под ноги. Пластиковая посуда повсюду. Сугробы с характерным оттенком подскажут, где туалет. Он тоже повсюду. Ничего нету. Ничего. Нет туалета, ни сходить, ничего. Не дай бог что-то прихватит, не дай бог. Находим способ. Вот и все. Больше ничего. И кондуктора тоже, получается, они женщины, получается. Ну, куда им деваться. За желтые сугробы и даже желтые стены и двери своих гаражей местные жители водителей не осуждают. Входят в положение. Посмотрите, там они что нагадили-то. Столько водителей, столько. Неужели нельзя поставить туалет-то им? Хотя бы в стороночку этим шоферам-то, мужчинам-то этим. Все равно же в туалет хочется. А что их осуждать-то, если приспичит? Ну, что осуждать-то их водителей? Разве виноватые? Из 80 разворотных площадок в Омске только 13 оснащены диспетчерскими. Где есть туалеты, подобие кухни. Все они возводились в советское время. Еще 4 конечных остановки удалось сдать в аренду частным перевозчикам и обязать их устанавливать биотуалеты. Чиновников заняться благоустройством закон не обязывает. А финансовое положение департамента транспорта Омска и вовсе исключает такую вероятность. На сегодняшний день ни один нормативный документ не регламентирует вопросы установки и строительства туалетов. В последние годы все жестче и жестче у нас с финансированием пассажирских предприятий. Денег едва хватает только на функционирование прямое. Если какие-то дополнительные затраты предприятия будет нести, то их нужно включать в себестоимость перевозки пассажиров. По мнению чиновников, взяться за туалетный вопрос должны частные перевозчики. Ведь они тоже пользуются разворотными площадками. Но желающих пока немного. Администрация, думаю, что департамент транспорта, вот это должен. Потому что и кондуктора есть. Ну ладно, мы мужики, а девушки, вот кондуктора работают. Выходит, в ближайшее время туалетный вопрос так и не будет решен. Все, что остается водителем омских автобусов и маршруток – либо потерпеть, либо продолжать украшать зимние пейзажи. Ольга Кочкрова, Александр Лысак. Новости здесь, Омск.